Более 60 улиц остаются без освещения в Усть-Каменогорске. Горожане жалуются на кромешную тьму. При этом современные светильники установили по проекту модернизации уличного освещения. Так почему же они не горят? Узнавала Жанара Слуханова. Проблемы начались с августа прошлого года, говорят общественники. Фонари, на которые подрядчики давали гарантию до 10 лет, стали гаснуть целыми участками. Они уже направили ряд обращений в надзорные органы. Сейчас в областном департаменте экономических расследований ведут проверку. Они сейчас назначили экспертизу. Госаудит подключился тоже. Проводятся проверки. Ждем результатов. У нас в городе две организации. Это ГЧП и ЖКХ. При этом ЖКХ заключала договор с горсветом, которому не оплатила за свои услуги. Кредитный договор по проекту между Центром государственно-частного партнерства и Европейским банком реконструкции и развития заключен несколько лет назад на 4 миллиарда 800 миллионов тенге. Из них больше одного миллиарда предусматривалось из бюджета. Остальное – заемные средства. Генеральным подрядчиком является тайваньская компания Everlight Electronics, обслуживающая ТО «Горсвет ЛТД», который отказался обслуживать фонари. Схема такова, что Центр ГЧП получает деньги из городского бюджета за услуги по аренде системы уличного освещения и платит за обслуживание и кредит. А денег нет, говорят электрики. В первую очередь недофинансирование. Ну а потом задержка по платежам за обслуживание города. Вот это является основной причиной. То есть невозможность получать выплаты зарплаты, пенсионные отчисления. То есть это все финансовая ситуация являлась именно тем, что мы просто были вынуждены отказаться от обслуживания. По данным сайта госзакупок, в этом году договор заключен на 2,2 миллиарда тенге, исполненная сумма – 62 миллиона тенге. Генеральный подрядчик считает, что фонари вышли из строя из-за недолжного обслуживания. Было выявлено порядком 3000 негорящих светоточек. Из них больше 50% – это линейное негорение. Это не значит, что не работает светильник. Это проблема в кабеле, опять же, обслуживание. Как стало известно, теперь обслуживать систему уличного освещения будет другая компания, которая пообещала за полгода восстановить систему. Мы полностью сейчас уже с ситуацией разобрались. Новая компания, которую мы привлекли, они провели обследование техническое. То, что сейчас говорят про 66 улиц, там на самом деле не 66, а 62 улицы, где присутствует линейное негорение. Везде на этих улицах проложен подземный кабель. Отмечу, что такая же ситуация наблюдается и в Семее, где вышли из строя порядка тысячи фонарей. Жена Раслханова, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.